И в заключении выпуска рубрика «Без происшествий» Илья Кошкин расскажет, как себя вести и что делать, если вы встретили на дороге дикое животное. Всем привет! Вы смотрите «Без происшествий» и, как вы могли заметить, все чаще и чаще дикое животное появляется на дорогах. И сегодня мы расскажем, что же делать в таких ситуациях. В этом году с участием животных в нашей области было 63 ДТП. Из них 26 с лосями. Ну а мы спросили у водителей, что они будут делать в таких ситуациях. И вот, что нам ответил мужчина из Коми. А дальше историями поделился дальнобойщик из Питера. За свою практику часто ли видели диких животных на дороге? Обязательно! Недавно шакала видел, кабана. Сколько примерно диких животных можете за рейс увидеть? Ну не всегда. Вот когда миграция есть, да, часто. Ну в основном ночью или утром. Просто некоторые водители сигналят, там фарами мигают животному. Так делаете? Нет, животному нет. Просто встречку предупреждаешь. Если рация есть, заранее говоришь, что лось там или что. Ну и мы встретили нашего кировского водителя, который часто ездит на дальние дистанции. Я встречал неоднократно. Что делали в таких ситуациях? Притормаживали, пропускали их. Вот сигналили, может быть, нет? Нет, сигналить лучше не надо. Почему? Потому что они могут повести себя неадекватно. И броситься еще под колеса. Особое внимание при участии в дорожном движении водителям стоит уделять на участках в зоне действия дорожного знака «Дикие животные». Если вы на проезжей части увидели дикое животное, вам немедленно стоит остановиться, включить аварийную сигнализацию и дождать того момента, когда животное покинет проезжую часть. Сотрудники ГИБДД не рекомендуют использовать звуковые сигналы для того, чтобы животное покинуло проезжую часть, а также переключение парка с ближнего света на дальний. Так как это может привести к тому, что животное будет направляться в сторону вашего автомобиля. Если же вы попали в дорожно-транспортное происшествие с участием дикого животного, немедленно остановите транспортное средство, выставьте знак аварийной остановки и вызовите сотрудника полиции. В зоне действия знака, естественно, соблюдать скоростной режим, не обгонять, быть осторожным, внимательным, смотреть по обочинам тоже, потому что они обычно выскакивают мгновенно и не успевают аж среагировать.